Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Валерий Бовсыновский. Сегодня мы поговорим о такой вещи, вот пришло письмо, да, в группу, в школу. Сейчас я постараюсь сделать чуть больше. Ну, в принципе, вы воспринимаете на слух. Всем доброе утро. Ребята, поделитесь опытом. Проблемы следующие. Я изучаю Python, Smart, самостоятельно, также на данных курсах. Теория, как мне кажется, идёт у меня на практике нет. Не могу из человеческого языка перевести машины. Но задача, например, написать программу, где надо вести ввод пользователя, это я могу. А вот что-то сложнее, ну, никак. Поделитесь опытом. Ребят, сразу успокою. Это не проблема. Это этап. И этот этап интересует всех. Зачастую именно из-за того, что новичок, который пытается изучить язык, да, сразу, он сразу, уже когда он будет писать, думает, да, и это его тормозит. Значит, давайте разберёмся и найдём пути решения. Итак, сначала нам надо определиться на следующем. Это не проблема. Это этап. Сначала давайте я, вот, ответ, который я написал, я буду его рассказывать вам и цитировать. А мы с вами в конце дойдём до решения. Значит, эти примеры я потом приведу. Вот, смотрите. Если вы считаете, что изучение языка, вот тут мы возьмём время, а вот тут действие и уровень, да, что изучение языка всегда идёт вот так, вы ошибаетесь. То есть, я не зря написал такое понятие действие. Оно зависит полностью от ваших действий. То есть, почему вот в школе есть люди, которые пишут на двух языках за короткое время. И легко это определить по их действиям, ребят. Но ведь вы смотрите. Например, берёшь, открываешь и смотришь. Да, вот человек. Куча, куча, куча. Всё время делает, делает, делает. Кто-то из ребят просто смотрит уроки. То есть, а рекомендации в школе везде есть. Поэтому вот так оно развиваться не будет. То есть, от того, что вы, допустим, сегодня изучаете Python, или там другой язык, завтра изучаете Python, вы можете остаться на абсолютно одном уровне. Давайте уберём. То есть, развитие ваше идёт, чтобы было более вот так понятно, вот так. Сейчас, секунду. Вот так. Оно будет более наглядней. И, по сути дела, вот, допустим, смотрите, вы пришли с нуля. Вот это будем считать нулевой уровень. Вы ничего не знаете. Когда мы открываем школу, на самом деле в школе очень многое есть, просто люди не очень умеют этим пользоваться, кто-то не хочет, кто-то кто-то игнорирует. Потому что я просто даю рекомендации. Изучили, поэтому с нуля перешли. То есть, пока вы вот на этом уровне. И вы можете второй, вот второй раз проходить. И дальше, если не предприняете действия, вы всегда будете на этом уровне. При этом может пройти год, полгода, вы будете потихонечку. Но ваш уровень будет этот, потому что вы здесь топчетесь. Я рекомендую всегда начало языка, как там пройти, два раза, да. Определённые вещи. И при этом те же два раза, когда я рекомендую, что вот эти вот там конкретные типы объектов, да, пройти два раза. Тоже люди игнорируют. Быстрее спешат вперёд. И потом получают проблему, почему? Вот эти вещи, которые сейчас вот Валера написал, да, они и получаются. То есть, больше, чем надо, времени затратил на изучение объектов, хотя это надо было сделать на первом этапе. Теперь смотрите, как продвинуться дальше. Ребят, обратите внимание, что вот если мы возьмём шкалу уровень, то она бесконечна. Сколько вы будете расти, добавляя языки, они, уровни эти, будут расти. Всё зависит только от ваших желаний. Например, возьмём самое начальное, да, уровень 1. Уровень 1, по сути дела, это тот уровень, когда вы начинаете видеть язык в коде, да, вы чётко начинаете просматривать, что и что, что это, допустим, функция, что она извлекает, как она извлекает, то есть, когда, по сути дела, типы объектов, вы начинаете видеть в коде. Это, допустим, для вас, понятно, что не скобочки, а кортеж, это понятно, что не квадратные скобки, а список, и так далее, и так далее. А теперь давайте читать, а дальше я буду и рисовать, да, и рисовать, и читать. Так. Давайте сначала я прочитаю, чтобы вы поняли, к чему я вас хочу привести. по этому поводу, что не можете перевести человеческий язык на машины, то есть, по сути дела, машины здесь подразумевается, это когда Валера на данный момент спрашивает, вот я хочу составить программу, да, но я пока не могу понять, а как, не могу понять, а как это сделать. Давайте разбираться. Во-первых, был создан раздел, да, в школе, о котором я постоянно говорю в видео тех, кто следит за школой, практика Python OOP. И ранее я давал видео, и, наверное, они и здесь тоже вбиты, что когда человек изучил язык, да, на данный момент у него язык, он общий. А я начал собирать здесь вещи, которые применимы во всех программах. Это там, допустим, работа с функциями, использование, что такое аргументы, четкое понимание, почему используется ARX, QUARSE, использование одних функций другими. Но здесь, кроме видеоуроков, вы начинаете делать самостоятельно. То есть, по сути дела, вам надо переосмысление. Переосмысление языка, что делает что. То есть, вы начинаете накапливать лично свой опыт и переосмысливать. Это в помощь вам, да? Так, не туда я. Дальше я поясняю. При изучении языка есть несколько этапов. Например, в школе я давал задания по ссылке выше, на то, что мы сейчас с вами посмотрели. И там была программа про зоопарк. То есть, уже на этом этапе, допустим, человек пришел, там Сергей, да, было там три месяца. Он начал писать программу. То есть, вот, Валера, ответ на ваш вопрос. Решить данную задачу вы можете только накоплением опыта, когда вы будете писать осмысленные приложения. Это тогда придет само. То есть, вам надо самостоятельно, самостоятельно принять решение, хотя в школе, допустим, это говорится, да, перейти на следующий уровень. Еще раз говорю, уровней может быть сколько угодно. Я просто показываю, что вы должны, как бы, управлять своими уровнями. Да, то есть, уровень 2, это написание приложений. При этом, на этом этапе, как, если кто-то думает, что будет решать примерчики, да, и от этого знать Python, решайте, от этого хуже не будет. Но, сколько раз говорил и буду говорить. Осмысленное программирование начинается при написании осмысленных приложений. Давайте опять обратимся к этой дальше к моему тексту, чтобы ну, грубо говоря, человек начал писать, там было, ну, выдумал я эту программу про зоопарк, но зачем я это сделал? Я объяснять, объяснять, что ты там думай так или думай не так, было бы сложнее. поэтому я сделал программу и начал задавать вопросы конкретные. То есть, подумай, да, Сергей, подумай, Сергей, а какие типы данных ты вобьешь вольеры, в какие типы данных ты вобьешь животных, то есть, я начал направлять. и по этому направлению человек, парень, начал делать. И в результате ту задачу, которую я хотел добиться, чтобы он в голове сразу заменял тот же те же вольеры тех же животных какими-то типами данных, начало происходить естественно. Вопрос в том, что немногие люди в школе это делают, думают, это для кого-то, но это выбор каждого, я же не могу заставить, но спасибо за вопрос, я могу по крайней мере объяснить. То есть, то, что вы у Валера спрашиваете как бы размышления кодом, его практически нет. Как я говорил, сейчас выражусь правильно, мышление программиста уже у вас есть. Мышление программиста у вас есть. И развить его можете совершенно просто. Смотрите, Валера, понаблюдайте за собой. Вот вы заходите в магазин, бытовая ситуация, попробуйте переводить свои действия на код, попробуйте так пожить один день. Вы заходите в магазин, вы заходите в магазин, смотрите, ведь понятно, что вы ваша рука тянется к двери, открывается дверь, а вы подумаете остановитесь на секунду, автоматом ваш мозг работает уже как запрограммированный на определенные действия, иначе вы там допустим пытались там скрябать стекло, а дверь ну как мы допустим там или там дуть на дверь, но она же не открылась, то есть вам надо адекватное действие, так вот прежде чем вы будете тянуть руку к двери, вы подумайте протянуть руку, взяться за ручку, открыть дверь, то есть а теперь встаньте и подумайте, а как это перевести в код, заходите в магазин, увидели полки, представьте полки, список, Валера, список, на нем есть продукты, категории, полка 1, полка 2, поразмышляйте, вы это все умеете, не путайте себя, надо практика, просто поразмышляйте в бытовых ситуациях, встали в магазин, ну постойте минуту, да, посмотрели на стеллажи, как вы сделаете стеллажи, категориями, можно сделать стеллажи, стеллаж 1, стеллаж 2, стеллаж 3, стеллаж 4, категории, в какой тип данных вы вобьете категории, список, кортеж, ага, не знаете в какой, значит надо поразбираться, а что такое список, действительно, я дальше пишу вам, это идет переосмысление, то есть по сути дела, да, для вас список, да, существует в Python список, он как бы существует сам собой, и вы, Валера, сам собой, а надо это совместить, и это у вас уже все есть, только вам надо просто переосмыслить, начать перекладывать на предметы, но это не значит код, это можно тренироваться в повседневной жизни, поэтому, Валера, давайте подумаем, стали напротив стеллажей, ну вот 10 стеллажей, значит, это будут категории, что, куда их разместить, давайте подумаем, а у вас 50 стеллажей, так может быть, смотрите, 50 стеллажей, это может быть и словарь, и я вам докажу, вы стоите в магазине и думаете, так, а где мне взять, допустим, там, для мытья окон, ну, дала вам жена задание, что вам надо, поиск, идет сотрудница магазина, живой поиск, вы спрашиваете, а где, она говорит, а вон туда, то есть, обратились к поиску, словарь, вы, значит, подумали, ага, значит, я могу магазин разместить, как словари, то есть, тогда мне надо удобная навигация, поиск, да, по словарям, то есть, быстрая, либо список, а товары, а товары, если, допустим, у вас в стеллаж идет только соки воды разные, то понятно, их надо, это как список, то есть, клубничный, апельсиновый, и так далее, и так далее, Валера, начинайте в реальной жизни любую ситуацию, когда стоите на остановке, едете в магазин, попытайтесь, вычленили ситуацию, и попытайтесь ее написать в коде, если вы зашли в магазин, даже тот, вернусь назад, вы смотрите, первое, допустим, полки с мясом, и там, полки с колбасами, вы же уже начинаете использовать конструкцию if-else, если или иначе, если, значит, полки с колбасами, значит, мне это не надо, а полки, допустим, с теми же средствами для дома, справа, то что я делаю, ой, сейчас я, чтоб он не закрывался, кофею включу, то что вы делаете, если полки передо мной, я иду прямо, если полки справа, то я поворачиваю направо, начните размышлять, и это придет, все очень просто, поэтому первый шаг, ребята, и всем, кто смотрит это видео, еще раз объясняю, вы изучили Python, для вас Python, да, вот есть список, вы четко работаете там с списком, понимаете, что две квадратные скобочки, это и есть список, что есть метод добавления, удаления, но пока вы связываете почему-то вот эту вот весь список, только сидя за компьютером, ребята, а в жизни, подождите, а когда вы, вот поэтому начинается, то есть вы не начали этот этап, чтобы начать этот этап, просто стоите на остановке, вот есть на остановке 15 человек, что они делают, будут садиться в автобус, так продумайте ситуацию, как бы вы эту ситуацию написали в программном коде, и это начнет происходить, как только вы в мозгах запустите процесс совмещения программного кода, да, то есть замены, вот 15 человек, ага, а как бы я сделаю, вот есть на остановке 15 человек, а ведь может быть завтра 20, после завтра 200, значит, какой тип данных я бы использовал, если бы мне надо было писать остановку, ну понятно, лучше всего, конечно, удобнее список, приход человека, метод АЭ, да, я говорю, добавление, автобус, автобус, в какой бы тип данных я вбил автобус, тип данных, да, то есть думаем, автобус во что, автобус ходит по расписанию, можно и в кортеж бить, да, действия пользователей, начинайте просто это делать, и это придет, начинайте видеть действия вокруг вас в коде, вот это просто вы не начали делать, всего лишь, потому что я говорю, садитесь за компьютер, вы список понимаете, да, а начинаете размышлять, нету, потому что это начать делать, теперь, значит, как я сказал, вот эту ссылку постараться проделать, дальше на самом деле все уроки, которые сделаны, да, они идут на приобретение опыта, как я сказал, этот вопрос решается, ребята, это важно, только написанием приложений, вопрос дальше опять, а как вы делаете, допустим, вот есть там 70 шагов, где план, который ведет к тому, чтобы человек понимал джанго, уже все азы, но ведь можно, что сделать, расширить это приложение, постарайтесь расширить, написать что-то свое, вот с этого момента начинается ваше программирование, ну давайте, почитаем дальше, когда вы начинаете изучать язык только по видео урокам, вы начинаете знать, но не владеете, то есть по сути дела, да, действительно, вы повторяете, да, вы уже понимаете, что вы делаете, вы видите, но пока не владеете, то есть по сути дела, вы можете написать программу по подобию, да, вам нужно переосмысление языка, то есть, что это я говорил, это я и говорил, вот сейчас я просто видео добавил, потому что описывать это было бы не очень хорошо, первое, вы начинаете действовать по нескольким направлениям, во-первых, четко изучив типы данных, да, типы объектов, там список, кортеж, словарь, понимая, что каждый объект делает, а для новичков говорю, обратите на это внимание, если вы изучаете, да, изучили в школе, а спросить себя, а я понимаю, вот как работает список, что он делает, а какие основные вещи, и это тоже все есть, если человек проходит по шагам, это есть, где-то в первых шагах здесь, да, там мы про списки рассматриваем, вы никак не применете, так, так, теперь, ребят, на каком этапе вы находитесь, легко определить, почитав любую документацию, независимо от языка, вот, который вы изучаете, понимаете ли вы, как она пишется, поэтому я, когда на Джанго, допустим, постоянно ребят, ребятам рекомендую связывать, особенно, это начал делать вообще последнее время в 2000, курсе 2018, когда мы Джанго 2 изучаем, да, то есть связывать с документацией, когда вы читаете справку, это опять к примеру, например, написано, аль список, который извлекает все записи, что для вас это, если для вас это, вот, именно и есть фраза, аль список, да, извлекая все записи, или там, как правильно, и все, то, значит, пока, опять вы не начали перекладывать код, правильная ассоциация, сразу, вот у меня, что возникает, ага, все записи, отлично, я могу извлечь все, что угодно, а что это будет, комментарии, категория, это не важно, я просто знаю, что если мне надо извлечь все записи, то я использую это, дальше я описываю, пока ваш мозг заострен на знании языка, то есть, у вас лично этап, когда вы пытаетесь понять язык, и вы его хорошо понимаете, вы ведь хорошо понимаете, как работает список словарь, да, но пока вы не думаете, так, я хочу написать программу, пусть в ней будут пользователи, то, что мы про остановку говорили, и они нечто будут делать, у вас размышления должно идти так, всех пользователей, как и где я буду сохранять, то есть, что это будет за тип данных, да, где я буду сохранять, список, кортеж, словарь, я не знаю, что вы придумаете, я расписываю здесь, просто это опять же примеры, а если это зачищенный список, если допустим, это не пользователь, а если это банковские счета, то наверное, это нужно делать кортежи, чтобы нельзя было изменить извне, но есть же и третий вариант, например, как устроена джанга, да, ребята, когда те же записи сохраняются в списке, но при этом есть и настроечный файл, который не дает изменить, да, что дело джанга, этот вариант, допустим, сами вещи, та же таблица, действия с таблицами, допустим, работают многие вещи, как со списками, но есть настройки, да, ребят, вот что самое важное, то, что ищет Валера, то есть, да, знаю язык, но писать не могу, лежит, грубо говоря, в сфере опыта, который нельзя приобрести, изучая язык, его надо наработать, наработать на приложениях, другого пути нет, такой опыт, ребята, вот как я написал, нарабатывается при написании осмысленных приложений, и так далее, и так далее, ну, я скину эту статью к видео, ребят, я заканчиваю видео, это видео было натолкнуть на мысль, и так, мы взяли за действие шкалу, действие и уровень, и время, при этом время бесконечное, просто я хочу, чтобы вы учли одну мысль, одно обстоятельство, например, вы, некоторые думают, что они изучают язык, но каждый день делают примерно, крутятся вокруг одного и того же, да, и они могут год, два, сколь угодно времени оставаться на определенном одном уровне, надо идти дальше, это идти дальше, вы должны решения сами принимать, то есть, в школе все это есть, да, как только вы изучили сам язык, то вы начинаете писать приложения, допустим, в школе это примеры работы с Жанго, все планы построены дальше, да, сейчас же в видео я вам подсказал и другие моменты, кроме этого, есть практика Python OOP, где мы смотрели по ссылкам, да, то есть расширенная, кроме этого, кроме этого, я не раз писал видео, почему важно изучать несколько языков программирования, допустим, в школе я рекомендую изучать Python и Kotlin, эти все вещи взаимосвязаны, например, Kotlin нам нужен для мобильных приложений, когда вы изучаете Python и изучаете Kotlin, то Python язык с динамической типизацией, Kotlin язык с статической типизацией, работая с языком со статической типизацией, вы очень четко начинаете работу с типами данных, так как в Python, допустим, типы данных, мы получаем практически все действия автоматически, и у нас малое осмысление работы с типами данных в Python, это осмысление приходит, когда мы начинаем рассматривать язык со статической типизацией, почему я выбрал Python и Kotlin, потому что Python мне дает возможность веб-приложений, Kotlin мне дает полную широту работы с мобильным рынком, то есть практически меня интересует лично, допустим, рынок веб, который мы видим, как говорится, в обычном мониторе, и рынок мобильных приложений, есть два рынка, которые в принципе, при этом серверная часть может быть на Python, а Морда на Kotlin, также сделан Инстаграм, например, тот же, то есть там на Java, на Java Морда мобильная, а серверная часть на Django это Python, и так сделаем вывод, сделаем вывод, что не надо переживать, в первую очередь, этап, который вот сейчас задал вопрос Валера, потерял я уже детский вопрос, но это не важно, да, Валера, да, то это нормальный этап, просто, просто-напросто, надо начать нарабатывать опыт, и постараться делать, вот как я подсказал, в повседневной жизни, и это само произойдет, для этого, также еще надо, начать писать приложения, ведь школа на это, опять же, настроена, просто в школе используется Django, почему Django, ребята, да, в современном мире, любое приложение, старается обмениваться данными, без серверной части, вы никуда не двинетесь, пусть вы чем бы не владели, поэтому серверная часть, основа, ее надо знать, как ни крути, в кабинете по пути, пошли-пошли вперед, делаем и делаем, вывод, еще раз, даже его проговорю, вывод, это о смысле написания приложения, поэтому переживать, что у меня что-то не получается, Валер, не надо, главное, не останавливаться, и все обязательно получится, спасибо.